Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Серьезный разговор» и это выпуск от 24 октября 2020 года. Сегодня, как вы заметили, у нас передача по скайпу и я рад приветствовать нашего гостя Альберта Исмаила. Здравствуйте, Альберт! Для тех, кто не знает, Альберт – это известный музыкант, человек, который относительно недавно осознал свою башкирскую идентичность. И сегодня я хочу взять у него интервью по животрепещущим вопросам, связанным с понятием этничности, этнической идентичности, может быть, какой-то религиозной идентичности, вот что-то с этим связанное, с национальностью и так далее. Хочу напомнить, что мнение интервьюируемого, то есть Альберта, может не совпадать с мнением редакции канала «Башкортизэйшн». Также, возможно, я дам в отдельном видео комментарии по поводу мнения, которые здесь высказываются. Но я постараюсь, чтобы это было именно интервью Альберта Исмаила, и слишком много не болтать, скажем так. Для начала, Альберт, для начала расскажите о себе. То есть, кто вы по национальности, какой ваш род, с каких районов Башкортизэйстана ваши родители, на чем основано ваше понимание вашей национальной идентичности, и что для вас само понятие национальности и этничности означает? Родился я в городе Нефикамске, родители у меня с Шаранского района. Мать из исторической Киргизской области, отец из исторической Канлинской, бывшей Тамьянской области. Имеется в виду Икская, Тамьянская область. Национальная идентичность, как сказать, с самого детства мы росли в неком подвешенном состоянии. То есть, мы были одновременно и татарами, и башкирами, скажем так. Наверное, это потому, что исторически мы башкиры, это первое. А второе, то, что литературный язык очень сильно отличался от нашего, но и был ближе к казанскому диалекту. Это как раз создавало эту ситуацию непонятности. И каким-то образом люди привыкли в таком состоянии жить здесь. И привыкли к тому, что в башкирии они татары, а в татарии они башкиры. Ну, всегда хочется какой-то ясности, и у меня было всегда желание поставить точку в этом вопросе. И буквально год назад я нашел ответы на эти вопросы. И примерно год назад, то есть в ноябре, на передаче «Кискотелевый век» я объявил о том, что я башкир, опираясь на документы. А до этого, получается, вы все время, всю жизнь считались татарином? Ну, честно говоря, да. Честно говоря, да. Хотя как бы понятно, что с доли оговорки все это, то есть даже считая татарином, все равно были какие-то сомнения, потому что, ну, непонятно. Много непонятных было. И эти вопросы, я долгое время жил в Казани, и все это время как бы впитывал мнение казанской стороны к этому вопросу. И, можно сказать, даже пропитался этой позицией. Но доля недоверия всегда была. Со многими учеными там лично знаком в Казани. Но потом выяснилось, что либо они намерены в год, либо не намерены. Находятся в явном заблуждении. Я был, конечно, очень удивлен, когда выяснилось. Я был удивлен масштабу вот этой заблужденности, насколько можно быть заблужденным в таких масштабах и врать всем о том, что мы татары какие-то. Ну, у меня есть мнение на этот счет, и не только по поводу татар. Дело в том, что хотели построить, ну, после революции XX века советскую идентичность, то есть Homo Sovieticus. Это человек, который должен был перестать быть, забыть своих предков, свои корни, свою религию и стать советским человеком. По сути, это стать через несколько поколений русификацией так называемой. То есть, чтобы, ну, по сути, это и шло. То есть, всем был навязан кириллический алфавит, всем была навязана определенная, значит, атеистическая религия, да, то есть, ну, как бы атеизм, чтобы отошли от определенных религий и так далее, и так далее. То есть, были гонения и на церковь, и на мечети, и прочие разные моменты. Это все понятно. И к этому вопросу мы еще вернемся. Вот мне просто психологически очень интересно для начала понять, то есть, вы были татарским националистом, скажем так? То есть, вы считали себя, что вы татарский националист? Или вы просто как бы вот... Вот как, расскажите. Я считал себя татарским националистом, да? То есть, вы ходили защищать Хатер-Кюной, например, защищать День защиты Казани, там, и как-то вот так вот, да? Да, я был на каждом Хатер-Кюне, каждый год я ходил туда, да, иногда даже там исполнял песни, прямо на этом Хатер-Кюне. Потому что я это видел в Эдель-Урал-Орг, по-моему, вот это я все видел, как бы, ну... Я понял, что вы, наверное, где-то там были, да. И я... Я был татарским националистом, у меня никогда не было претензий к вашкирам. То есть, это весь национализм мой никак не касался вообще других националистов. Ну, это понятно. Нет, я тут тоже должен сам сказать, что я полностью поддерживаю тех людей, которые выходят на Хатер-Кюне, защищают Казань, потому что те казанлы, которые живут в Казани, которые, как бы, изначально являются кривными жителями Казани, и город которых был оккупирован и захвачен соответствующими войсками соответствующего государства, ну, они имеют право хотя бы на память. То есть, это, безусловно, право личности, народа, нации и так далее. И в любых нормальных генетических государствах не фашистского типа это право блюдется и соблюдается. Здесь я абсолютно, как бы, у меня вопросов нет. У меня просто возникают вопросы к той части татарских националистов, так называемых, которые говорят о том, что башкирской нации не существует, что это часть татарской нации, что башкирский язык – это восточный диалект татарского языка, ну, и так далее, и так далее. Вот, в этом плане нельзя быть одновременно говорить, что вас угнетает империя и самим при этом угнетает башкир. Как бы, да, вот мы это наблюдали со стороны Казани в течение длительного времени. Да. Вот. Ну, я, конечно, понимаю, что это не к вам вопрос. Вот тут, наверное, вали какой-то жертвой всей этой пропаганды и искусство создания в какой-то степени, и того, что было последние 30 лет, и так далее, и так далее. Но в целом, я, ну, лично я, я поддерживаю татарских националистов, и вообще национализм – это хорошее явление, потому что, по большому счету, почему-то многие это еще не говорили, но есть два пути у хомо-советикуса, да. Это либо быть манкуртом, либо быть националистом. То есть антоним слову «националист» – это манкурт, человек, который забыл своих предков, свой язык, историю и так далее. По большому счету так и есть. Поэтому националист – это хорошо. Не быть националистом – это значит быть предателем своих предков, своего языка, своей культуры, каких-то других вещей и так далее. Искажать историю и так далее. И я поддерживаю, да, я поддерживаю в том числе и русских националистов, и украинских националистов, и прочих других в хорошем понимании. Потому что есть понятие «нацизм». Нацизм – это попытка навязать чужую культуру, чужой язык, чужую идентичность и так далее. И есть нацистские государства, да, соответственно. Поэтому не нужно путать понятие «нацизм» и «национализм». Национализм – это хорошо. Нацизм – плохо. И когда под видом, значит, того, когда люди хотят сохранить свою культуру, идентичность и так далее, их называют националистами в плохом ключе, ну, это означает, что политика государства – как бы фашистская, нацистская. Она хочет все это ослабить, значит, загладить, уничтожить какие-то языки, ассимилировать и так далее. Потому что уничтожить можно, как Гитлер делал с помощью войск, да, прямым путем. А можно уничтожить с помощью ассимиляции. Мы это видим на примере Марийцев, на примере Мокша, Эрзи, Удмуртов. Вот история с Разиным, который совершил сам поджог и так далее, и так далее. То есть, и понятное дело, что эта ситуация будет, не будет долго продолжаться, и в конечном итоге, ну, я не буду сейчас по временным рамкам делать прогнозы, но вообще это уже прошлый век. То есть, грубо говоря, вот такая политика, как бы, ну, такие государства, они терпят крах, грубо говоря, да. То есть, обычно это происходит, мы это наблюдаем в истории, и, в общем, тут все ясно. Временные рамки данного события я определять не буду. Теперь давайте все-таки продолжим касательно того, что вы говорили. Значит, смотрите. Мне очень именно интересно вот тот факт, что вы осознали себя башкиром, да. То есть, психологически это ломка какая-то была, вот как это. То есть, вот вы все время хотели, что вы татарский националист, пели хатерку, ну, я там, и тут бац, и вы вот в какой момент произошло это? То есть, вы прочитали Шежерез свое где-то как-то, да, там, узнали, какие-то гипотезы у вас возникли, вы узнали у своих дедов, что-то спросили. Вот как это произошло? Именно психологически. Ну, я не знаю, но насчет психологически как-то. Ну, или исторически, вот, может быть, вот как это? Сложно ответить с психологической точки зрения, но, как бы, когда я узнал о том, что я башкир, ну, я почувствовал радость от того, что мой поиск завершен, и подсорилась ясность. Вот. Ну, и вот это, наверное, психологической точки зрения все нормально. Ну, я понял. То есть, вы рады, что вы поняли, наконец, что вы башкир? Ну, да. Да, и уже чуть больше года я прожил в качестве башкира. Вот, извините, такой вопрос, может быть, я немножко далеко заглядываю. Если вы башкир, то у вас в теории должна быть вотчинное право на вашу землю где-то, да? Вот, родовое право. Да. Вот, где находится земля ваших предков, на которой вы имеете право собственности в теории? По матери... По матери вотчинники, но по отцу киптяра башкиры, поэтому где находится вотчинная земля. Ну, вотчинная земля тамьянцев, наверное, на юге, потому что, если я правильно понимаю историю, то тамьянцы, которые находились в качестве вотчинников в других властях, они могли быть вотчинниками у себя на родине в своей природной, скажем, волости. поэтому, наверное, если со стороны отсосмотреть, то, наверное, правильно будет именно историческая тамьянская волость. Историческая тамьянская волость. Сам ищу икскую тамьянскую волость. Знаю, что, допустим, деревня Барсухова, Старо-Тамьянова, Ново-Тамьянова находилась на икской тамьянской волости. Других деревень я пока не знаю и не нашел. И вообще в нашем районе очень много тамьянцев. Как Рыбашево, Баякатюба, Гафурово. Вообще, во многих деревнях есть тамьянцы проживают. И в некоторых деревнях они являются вочниками, так как они купили, у них было достаточно средств, чтобы приобрести у башкир вочников эту землю и самим стать вочниками. Вот такие вот исторические факты. Просто конечно насчет вочников. Я понял. Просто я к тому, что если пофантазировать в прошлом как было, было вочерное право на землю, соответственно у рода, не у конкретного человека, у рода в целом. Род в целом решал. То есть они собирались и решали, что общинное владение. И они решали, что мы решили, что на этой земле могут жить вот эти и они должны нам платить какую-то арендную плату, работать и так далее. Вот эти хотят здесь построить завод и они должны нам столько заплатить и так далее. Сейчас мы видим ситуацию, когда люди, которые там живут, ничего не получают. То есть фактически земля их общины, и они с этого ничего не имеют. То есть у них могут делать все, что угодно. Кто-то другой выдает рецензии на добычу каких-то полезных ископаемых, они с этого ничего не имеют. То есть мы видим экологические проблемы, в частности некоторые. вот это так бы как бы я немножко забегаю на будущее, хотел про вочное право сказать. На самом деле вочное право это право собственности и распоряжения землей общиной. И община башкирская община, потому что именно они являются собственниками, должны принимать решение, что делать с этой землей, кому давать, кому не давать, за какую цену и так далее. Например, индейцы в Америке, они освобождены от налогов на какие-то по-моему казино и горные виды деятельности на их землях освобождены от налогов, плюс еще они освобождены от прочих других вещей, в общем, там куча таких моментов. И я даже думаю, у нас же есть представители башкир, которые в развитии находятся на разных ступенях развития, скажем так, и вот есть понятие малочисленные коренные народы северных, то есть они как бы они находятся под защитой государства, а здесь вот у нас как бы люди воевали за очную землю, соответственно за право предков, как бы и к сожалению мы в некоторых местах видим, что они ничего с этого не получили и просто их предки были использованы как пущенное мясо, они сами имеют раковые опухоли там из-за того, что ресурсы с их земли добываются и так далее и так далее и ничего они не имеют ни образования, ни дорог, ни путевку в жизнь нормальную, ни каких-то финансов, хотя именно за это они и воевали и куча крови была пролита их предков и так далее а сейчас они даже не имеют возможности реализовать свое право на родной язык и прочие такие моменты. Хорошо, мы видим, что есть куча проблем, я думаю, в будущем эти проблемы будут решаться. Ваши фантазии в общем-то на крайней реальности не могу сказать, что я не думал об этом тоже. То есть если пофантазировать, опять-таки может быть действительно можно разработать какой-то проект чтобы его приняли и начали нам выплачивать как бы ученикам за использование нашей земли. Ну, в принципе, по крайней мере мы это как бы сказали, что действительно это было бы более справедливо вообще. Потому что я сейчас даже еще и не поднимал вопрос о признании геноцида и так далее, я не буду этого делать. Вот единственное, то есть о признании международном я это не буду делать, но вопрос следующий задам. Насколько мне известно, в 20-х годах, ну, то есть 20-го века согласно переписям произошло сильное сокращение численности Башкер. Вот допустим, в 1897-м было миллион триста с чем-то тысяч, в 1917-м было миллион семьсот с чем-то тысяч, а в 20-м, 1920-м, 1926-м годах резкое сокращение. То есть там, по-моему, 700 тысяч чем-то осталось. То есть более чем на миллион сократилось с 1917-го по 1926-й год. Как вы считаете, каковы причины столь существенного падения численности Башкер? Ну, если слова, ну, давайте, ладно, мы можем произносить слова геноцид, этноцид, голодомор и так далее. мы понимаем, что они официально сейчас не произносятся, какое-то время назад они произносились, потом перестали произноситься, но у нас частный YouTube-канал, поэтому мы спокойно можем произносить. То есть вот при желании, конечно, можно воздержаться от ответа, но я просто от вас хочу услышать, почему так сильно сократилась численность Башкер? Я могу сказать только про голод, что я смотрел цифры, примерно в нашем районе примерно треть населения погибло в этот голодомор. Больше я, честно говоря, не могу ничего сказать ввиду малоизученности этой темы. То есть в вашем районе это какой район? Туймазинский район. В Туймазинском треть населения всего населения погибло от голодомора, сократилось? Да, я смотрел цифры как раз по голоду 21 века, ой, 21 года. Там примерно везде примерно одинаково получается треть населения. И эта треть, она именно по всем национальностям прошла или именно по Башкерам? Или там треть по всему населению? Наверное всех. Все, наверное. Просто у меня вот есть своя гипотеза, да, если вы не против, я ее сейчас зачитаю, там три пункта. И если вы согласны, вы скажите, что вы согласны, если нет, то вы можете что-то добавить, может быть, что-то нет. Давайте тут три пункта, я зачитаю. вот о причинах резкого сокращения численности башкир в 20-х годах и услышать ваш комментарий по этому поводу. Первое. Я видел данные переписи восточных районах Башкутстана до и после Гладомора. В чисто башкирских районах на востоке Башкутстана, где башкиры составляли более 95% населения, численность башкир упала примерно на треть. Но по итогам переписи 26-го года общая численность башкира упала более чем на треть. Она упала примерно на миллион человек. В западных районах Башкутстана вместе с резким падением численности башкир резко выросла численность татар. Моя гипотеза об этом башкирском флакосте в кавычках сводится к тому, что первое. В результате Гладомора и очередного акта геноцида была уничтожена треть восточных башкир, на основе диалекта которых впоследствии был создан директорный комон башкирского языка. Ну, чтобы понимать, о ком мы говорим. То есть, вот у них треть. Второе. В западных районах Башкутстана после подавления вилочного восстания, потому что в 1920-х годах было вилочное восстание, как раз Тимазинский район там был, по-моему, Белебейский, там еще какие-то районы были, я не помню. Вилочное восстание как раз было, почему оно называется вилочным? Потому что, к сожалению, у них, наверное, не было нормального оружия, и поэтому им пришлось использовать вилы. Потому что вот в Алидовской армии, насколько я помню, в Алидовце закупали оружие у чехословаков. То есть, чехословаки давали, а Калчак не давал. Соответственно, вот именно поэтому людям, башкирам западных районов пришлось пользоваться вилами, да, вот в тех моментах, когда им приходилось защищать свои земли от мародеров, от тех, кто хотел их право на землю, соответственно, ликвидировать, и так далее, и так далее. То есть, вот, что такое вилочное восстание, да, то есть, давайте второй пункт зачитаем. Значит, в западных районах Башкорстана после подавления вилочного восстания часть башкир, исходя из соображений безопасности, решила записать себя в переписи татарами. Логика у них была такой. Большевики нас и наших детей убивают, раскулачивают, экспроприируют нашу землю, которая на правах отчинного права на землю принадлежит нам. Особенно сильно они зверствуют после подавления вилочного восстания, в ходе которого мы хотели посоединиться к Валидовской Башкирской республике. Ну, это просто исторический факт. Там, по фамилии Мутин, по-моему, кто-то был в восточном Татарстане даже, такой башкирский и по-моему, даже вот смотрели список, кто был в правительстве в Валидовском, в Валидовском, так там в основном то и были как раз выходцы из западных районов Башкорстана. То есть вот Халиков там, еще Мутин, еще какие-то, то есть вот очень много как раз именно западных районов и с восточного Татарстана. Что говорится? Бабич Пайт. Бабич Пайт, да, ну, я просто все фамилии не помню, там, по-моему, большинство как раз и было в западных районах. Соответственно, вот давайте сейчас я второй пункт дочитаю. Значит, большевики, ну, какая лойка могла быть, да, почему они записались Татарами? Большевики нас и наших детей убивают, раскладывают, эксклюмируют нашу землю, которая на правах очного права на землю принадлежит нам. Особенно сильно они изверствуют после подавления девочного восстания, в ходе которого мы хотели присоединиться к Валидовской Башкирской Республике. Лица, обязанные платить арендную плату за нахождение на наших башкирских землях, присоединяясь к мародерам, присоединились к мародерам и решили не платить нам за то, что принадлежит нам согласно очному праву. В этих условиях ради сохранения жизни наших детей мы вынуждены записаться на переписи Татары, чтобы у победивших большевиков было меньше желания и возможностей уничтожать нас как класс, ну и наших детей как класс, так как собственники земли рассматриваются большевиками как один из классов, который должен быть уничтожен. И мы знаем, что было расказачивание, то есть были казаки, их тоже расказачивали, это такой жесткий геноцид, как бы, на Ютубе тоже есть история с казаками и значительная их часть, потом, соответственно, они стали записываться русскими, на переписи стали записывать. И вот у меня по поводу второго пункта тоже есть вопрос, они сами записались татарами, вот когда вот после Вилочного восстания переписи 1926 года, или их большевики записали татарами в цель создания обрусевшего советского человека, вот этот второй пункт. Ну и третий пункт, третий, литературный канон башкирского языка еще больше отдалил западных башкир от восточных. Преподавание в западных районах Башкорстана башкиром татарского языка на основе учебников с казанским татарским языком в течение нескольких поколений внесло свою роль по размыванию башкирской идентичности у западных башкир. Но считать этот фактор основным или все-таки фактор раскулачивания башкир-вотчеников большевиками и желания записаться татарами, исходя из соображения безопасности, однозначно сказать сложно. То есть как бы, потому что обычно говорят, что все вот из-за языка, то есть вот как бы потому что литературный канон. Так вот, по-моему, литературный канон, если хронологически смотреть, он был создан после вилочного восстания. То есть примерно в это время. И те люди, которые принимали участие в вилочном восстании, они еще не знали, что потом будет какой-то литературный канон. Да, то есть они все говорили на языке тюрки, там был что-то там другое. вот об этом, если можно, поподробнее расскажите, как вы считаете, и вообще вот ту гипотезу, которую я озвучил. Я думаю, что когда людей записывали татарами, их не спрашивали. Все? Татарами, да, я думаю, их просто брали и писали там какие-то ответственные люди, которые записывали. Мне бы хотелось бы поподробнее изучить вопрос, потому что вот этот самый момент интересно узнать, вот как. То есть я вот вижу, допустим, фарадословный по хозяйственным переписам тоже видно хорошо, что вот у него дедушка башкир, и тут же человек становится татарином. Почему это происходит? То есть нормальный человек не стал бы так писать. Тем более до него никогда в его роду татара не было, и тут появляется татарин. Это же очень странно. Скорее всего, я думаю, его даже и не спрашивали. А может быть и в целях безопасности, потому что полученного права у башкира всегда больше земель имения. И уже можно сказать, что слово башкир в какой-то степени ассоциировался со словом кулак. В 30-е уже в 30-е годы советская власть уже как бы по полной взялась за ликвидацию неравенства, скажем так. В 30-е годы она еще как-то боялась все равно. когда она уже окрепла советская власть, уже в 30-е годах они мощно взялись. Именно как раз в 30-е годах видно, что многие были записаны татарами. Хотя и в переписи 26-го тоже тоже годы есть. Это очень странное конечно явление татаризма. Ужас. Да, и это явление татаризма коснулось не только башкир, потому что значительная часть мишарей тоже записаны мишарями до этого в переписях. Грубо говоря, есть башкиры, есть мишари. Много-много переписей подряд до революции они записываются башкиры, мишари, мишари башкиры записаны. Потом бац, ни тех, ни других нету, остались одни татары. Наши районы это еще состав республики в 22-м году только вошли. То есть республика образовалась в 19-м, то есть в течение трех лет что происходило здесь. Люди в подвешенном состоянии, мишари, местные башкиры. То есть этот период надо изучать и изучать. А что касается влияния норм языка, то в то время для людей все это было новое. Может быть люди в то время даже не понимали что это такое татарь. То есть это явление появилось по метрическим книгам. Впервые я встретил выражение татарь в 1916 году. То есть до 16-го года это выражение не встречается. Точнее оно встретилось в такой формулировке «тюрк татар» «тайфасендан башкат». То есть буквально переводится «башкир» из социальной группы «тюркотатар». То есть видно, что «тюркотатаре», то есть слово «татар» оно имеет свою эволюцию, то есть возникло оно возникло как выражение «тюркотатар» сначала, то есть потому что потому что слово «татар» есть прямой перевод слова «тюрк» на русский язык. То есть то, что до революции мы встречаем слово «татар» это на самом деле перевод слова «тюрк», имеется в виду «тюркомусульмане» «Россия». И получается, что внешние названия они смешали сначала с внутренним, то есть назвали «тюркотатар», «тюркотатар Таифаси», затем чтобы наверное отличить свой бренд от стамбульцев, чтобы не путали с турками с турками Турции, все-таки оставили «татар». И возможно мы даже мы же не знаем как они это объясняли людям в те времена, что вот надо записаться в «татарме», что это такое вообще, люди, а что это такое? Что это такое? Причем «татар», я даже поражаюсь до революции. Это же мы сейчас уже как бы пройдя столько времени можем как-то легко судить там, хотя на самом деле мы до сих пор в достаточной степени нюансов того времени не знаем. Может быть им это преподнесли как нечто такое, что вот записывайтесь «татарами» и все нормально. То есть ну если вы запишетесь «башкирами», мы вас убьем, раскулачем и что-то такое. Грубо говоря, примерно так. Поэтому записывайтесь «татарами» и все будет нормально. Так что ли? Ну это вот из всего этого уже зная то, что знаем, можно сделать факт, что это явление новое, как минимум с 16-го года. 1916-го года. Да, то, что вот это все-таки скорее всего такое политическое явление, то есть социальная политическая группа. вот это Таифа, Тюрк-Татар. Таифа это все-таки политическое объединение. Политическое объединение тюрков, политическое в смысле для создания новой нации, а нации, как говорит Миниханов, это по ощущению, то есть не в реальности на самом деле какой-то национальности, а татарин получается может любой стать. Это возникновение политической нации, из которой никакого отношения к национальности не имеет. По национальности мы все-таки те же башкиры и те татары, которые сегодня живут в нашем регионе, это татары башкирского происхождения. И кем им быть в будущем, пусть они сами решают. Главное, они должны знать правду, что они башкирского происхождения. Пусть хоть татары, хоть французами становятся. Я ваше мнение понял. Я тоже считаю, что идентичность человека, этническая идентичность это личное право, и никто не имеет права навязывать эту идентичность, в том числе и язык, идентичность, религию и так далее. То есть это собственное личное право, это право личности, как право на жизнь, право на свободу и распорядание и так далее. И вот я просто пару комментариев. До революции казахов называли киргизами, русских вообще не было, были для коросы, азербайджанцев называли татарами, узбеков называли сартами, то есть и кто их так называл? Я вот одного человека спрашивал по этому поводу, как такое может быть? То есть огромное количество людей живет, потом кто-то приходит и говорит, вы не эти, вы сейчас вот эти, мы решили, что вы вот эти. То есть это означает какое-то подавленное состояние, или их не спрашивали, или вот мне самому было интересно этот вопрос. То есть я хочу сказать, что нужно понимать, что Башкрутар это древнейшая нация, упоминание о нас есть в китайских источниках еще до Ибн-Фадлана и это упоминание соответственно по-моему в 700 году, 1300 лет назад было, вот, в 700 году нашей эры, да, и что вот именно эта земля называется, как бы, там качуют Башкиры и так далее, и так далее, и в упоминаниях китайских источников и других до Ибн-Фадлана, потому что Ибн-Фадлан был в 900 каком-то году, и так далее. А упоминания о татарах о монгольском племени, которое было и которое потом было уничтожено, они к татарам, которые соответственно в Казани никакого отношения не имеют. И полетия Руси, вот эта Русь там вообще связана с империей, но я сейчас не буду в истории России далеко выходить, давайте, это сейчас не наша тема, я хотел бы уточнить по поводу 1916 года и метрика, потому что тут я не совсем понял, смотрите, по переписям татары все-таки существуют до революции, то есть до революции есть и татары, есть и башкиры, там их соотношение определенное, и потом оно резко поменялось в пользу татар, как бы, да, то есть вот тогда вопрос, тогда вопрос, вот эти переписи, на каком языке они были? Великоросский язык. Я же говорил, это слово татар, перевод слова тюрк. Перевод слова тюрк. Да. А вот в 1916 году в метрике, вот, что это такое, вот просто объясните, ну, может быть, еще раз повторить, тюрк, татар, таиф, фесендин, башгырт, что это такое? В общем, я делал перевод метрик одной деревни, там были предшествующие годы, 1914, 1915, и вот в 1916 году в этой деревне почему-то появилась фраза тюрк, татар, таиф, фесендин, башгырт, такой-то, такой-то, и дальше идет имя человека. То есть, видно, в предшествующих годах этой фразы нет, человек там башгырт, то есть, в графе родившийся, там указан отец, да, вот, имя родившегося, дата идет, значит, сведения о родителях, отец, башгырт, такой-то, такой-то, а с 16-го года туда добавляются фразы тюрк, татар, таиф, сендин, башгырт. То есть, они внедрили не просто башгырт, они внедрили туда тюрк, татар, и потом башгырт, а потом убрали башгырт. Башгырт из таифы, то есть, социальной группы тюрк, татар. То есть, получается, что вот эта вот идея у кого-то возникла, скорее всего, в Казани, которую, значит, интеллигенция поддержала и решила распространить. И, наверное, под каким видом его распространяли, я, конечно, не знаю, но потом эту просто, эту фразу чуть-чуть видоизменили, откинув компонент тюрк, оставив только татар, превратив это в современную нацию. Вот и все. Современная нация, она к национальности от прямого отношения не имеет, она возникла как какая-то политическая социальная группа, которая переросла просто в нацию, в нацию по ощущению. Я вас понял. Вот примерно похожую мысль я слышал от, я не помню, как его зовут, в Турции он живет, у него видеоканал есть, и он как раз говорил, что татар изобрели там при каком-то царе, он сам татарин, кстати. При последнем царе, скорее всего. Еще раз, кто? При последнем царе, скорее всего. Не-не-не, вот я не помню, нет, по-моему, не при последнем, не Николай II. То есть он говорил следующее. Это известный человек, у него там много достаточно подписчиков на его YouTube-канале. Сейчас я, как его зовут, я, кстати, не помню, сейчас забыл, но смысл такой, что якобы татар изобрели для того, чтобы можно было все тюрческое население европеизировать и как бы и вписать в ООН и империи. Вот когда империя российская расширялась, да, потому что тюрки кочевники, да, то есть они кочуют, они воюют там, они, значит, такие воины там, религии придерживаются и так далее. А тут нужно их как-то захватить, европеизировать, в ООН и империи, значит, засунуть и чтобы они на твоей стороне воевали. Ты понимаешь? И для этого якобы вот подумали. Основная цель, основная цель тут ясна и очевидна, как божий день. А часть татарина человек прекращает быть башкиром и прекращает быть владельцем в отчинах земель. То есть цель была просто отнять землю. Вот и все. Ну, это если мы говорим про период большевиков, да. А до этого, думаешь, такая же цель была? Хоть из какие только там причины, там любые причины можно было придумать, лишь просто человек отказался от своего имени, отказался от своего в отчинного звания. Отнять землю. Вот цель. Все. Ну, я понял. Я понял. Тут я просто небольшой комментарий хочу сказать. Я поддерживаю, то есть вот, если мы смотрим менталитет-то так, ну, в кавычках-то, то есть прогрессивные люди, которые там, значит, то есть... Ты хоть коммунист, хоть кто ты, но ты все равно в статусе раба, ты безземельный человек. Ты хоть кем быть? Не, Я немножко другую мысль хотел, я сейчас немножко от земли хотел отойти, я эту мысль понял. Просто вот есть некий менталитет, ну, это условная конструкция, конечно, вот у какой-то части башкир, скажем, у башкирского атмоса. И есть менталитет как бы у татар, да, условно, на текущий момент. И, скажем так, в современном обществе, в городской сообществе, то есть на текущий момент, я повторяю, в будущем, я надеюсь, ситуация изменится, да, мы видим ситуацию, когда в основном, как бы, менее конкурентоспособен башкирский менталитет, скажем так. И формула успеха башкирской нации в будущем, это башкирская идентичность плюс татарский менталитет. Я вот как-то так озвучил, именно, ну, может быть, еврейский менталитет, да, то есть, как бы, но еврейский менталитет, это очень продвинутый, это очень сложно, боюсь, они не смогут. То есть, вот, грубо говоря, татарский менталитет, он, почему смог какую-то часть башкир в свою сторону забрать, да, потому что он более продвинутый, это взаимоподдержка, да, это как бы, то есть, ну, среди башкир, к сожалению, с менталитетом есть определенные проблемы среди восточных, да, то есть, как бы, то есть, слишком мало взаимоподдержки, какая-то грызня постоянно, из-за чего-то, куча разных других, и так далее, и так далее, то есть, нация, это единый кулак, это когда все друг друга поддерживают, все вместе ставят какие-то цели и достигают их, да, вот, как минимум, да, как минимум, хотя бы так, вот, для начала. Нация развивается, да, и в будущем это будет прогнозировано. Все, включая западную часть башкир, западную и северо-западную часть башкир, единая нация, мы же этими занимаемся. Вот, прекрасно, нет, нет, это, это не про вас, вы как раз делаете правильно, все хорошо, да, то есть, как бы, это я не про вас высказался, да, абсолютно, вот, соответственно, в будущем вы будете, возможно, примером того менталитета, который должен быть, в том числе, и у вас точно в башкиру, значительной части, да, то есть, это взаимоподдержка, взаимоуважение, взаимоуважение разных диалектов и так далее, и так далее. Вот, соответственно, сейчас, давайте посмотрим, у меня тут еще какие-то вопросы были, потому что мы в разновой пошли, так, вот, по поводу канонов языка, да, вот, все-таки, значительная часть, значит, западных башкир, она, каким-то образом, отошла к татарскому этносу, я начал причислять, да, в результате, вот, языковой политики большевиков. Вот, чем вообще отличается литературный канон башкирского языка от литературного канона татарского языка, да, то есть, когда он появился, как, вот, что вы по поводу этого думаете? Я думаю, что татары просто все присвоили себе, назвав, все татарским, ведь еще Тукай в 13-м году писал, что некий сатаров, значит, в газетах пишет, что вот это татарское, это татарское, и Тукай, Габулла Тукай был против этого, засилия этого слова. То есть, буквально все присвоили. То есть, язык Тюрки, который был, значит, распространен среди тюрко-мусульман России на огромнейшей территории, они взяли, назвали татарским, допустим. Поэтому я считаю, что это вообще не татарский язык. Понял. Язык, на котором говорили башкиры. И, насколько я помню, в 1897 году, что ли, была попытка, значит, провести перепись по признаку языка. И там все равно башкиры оказались в большинстве. И, то есть, этим языком в большинстве владели башкиры. То, что мы называем сейчас якобы татарским, это не татарский язык. Вот. И поэтому, я считаю, что нам сейчас нужно, его правильнее, то, что мы сейчас называем северо-западным диалектом, его правильнее было бы назвать даже старобашкирским. Вот. То есть, не то, что он даже не диалект, он старобашкирский язык. И, можно было бы его, допустим, ему придать официальный статус какой-то, как старобашкирский. И все. И, как бы, это бы сыграло хорошего, повлияло бы на объединение всех башкирков в единую нацию. Понял вас. Еще такой вопрос. Чем западный диалект башкирского языка отличается от казанского татарского языка? Сколько букв в казанском татарском языке, сколько букв в западном диалекте башкирского? Эти правила западного диалекта башкирского вообще существуют или их только сейчас кто-то разрабатывает? И, если можно, какие-то примеры разницы между казанским татарским языком, да, как бы, и, допустим, как бы, и западным диалектом башкирского. Ну, чтобы понимать. Если говорить о языке Турки, то он, как бы, язык тюрки. Если говорить уже о якобы татарском языке, который построен на этом тюрке, но там отличий практически не должно быть, что за сто лет могло произойти. Дополнится словарный состав там какой-то. За сто лет особо сильно не меняется. Понял. То есть новые слова, которые там связаны с интернетом, какие-то новые технологии, они просто добавились как бы в основном. Помимо языка нужно же еще понимать, что как бы и фольклор татары надыбали, обозвали его татарским. Даже, к примеру, последняя песня там был былым, которая была зафиксирована в тринадцатом году в этом стелетомахском районе. Тем не менее они пытаются его обозвать татарским. То есть вот она психология татарина. Урвать. То есть я думаю, что как бы... Я не имею против... Я понял. Я против такой психологии ничего не имею, но если бы они имели при этом башкирскую идентичность. То есть как бы... Грубо говоря... У них пиар лучше, с пиаром дела обстоялись всегда лучше. Потому что ведь у нас, допустим, в наших краях многие дедушки знали уже, что они башкиры. Но почему-то вот на всяких межлисах, допустим, где там... Вроде вот там мула говорит татарам это так-то. А дедушки иногда вот не говорили, что они башкиры. Что-то вот почему-то у них привычка осталась замалчивать это. То есть действительно в тридцатые годы была жесткая политика против башкирских. Настолько, что вот бабаи там предпочитали замалчивать некоторые вещи. Я где-то читал, что были лозунги у большевиков смерть башкиров. Прямо под такими лозунгами они там орудовали мародеры разные и прочее. Вполне возможно. Я же говорю, это надо изучать более подробно. Ясно. И вот следующий вопрос. Что известно о переписи населения? Вот в октябре же должна была быть перепись. По-моему, ее перенесли, да? Нет? Перенесли на 2021. 2021 перенесли его, да? И она когда будет в 2021? Не знаю. Я, честно говоря, меня перепись особо не волнует, честно говоря. Ну, ясно. Так. Вот следующий вопрос. Возврат хотя бы частичный башкирской идентичности вот с западным башкиром, он реален, как вы считаете? Как этому помогает знание реальной истории и своих шажерей? Вот сайт, допустим, вашархив.ру, который позволяет увидеть реальные дореволюционные данные о своих предках. Какие регионы охватываются этим сайтом? Ну и какая примерно численность, как вы считаете, тех людей, то есть тут же нужно понимать, что не все люди, которые называются татарами, являются башкирами. То есть среди них, ну, есть люди, которые действительно являются татарами. И мурзы разные есть, и мишари есть. Татар не существует. Есть мишари? Да, есть мишари. Ну, вот, нет-нет-нет. Морфит, теки. Нет, вот хотя бы те мишари, которые были записаны на переписи татарами, но есть и татары сами по себе. Вы хотите сказать, что татары сами по себе? Их вообще нет? До 16-го года их нет. Есть тюрко-мусульмане, тюрки есть, татар нет. До 1916 года имеется в виду. До 1916 года татар нет. Только тюрки есть, тюрко-мусульмане. То есть само название татар нет. То есть то, что мы видим в разных вот этих переписях, где великоросы, малоросы, фигурируют и так далее. Да. Вы же говорите про русскоязычные источники. То есть русскоязычные источники до революционного периода слова татар является переводом слова тюрк. Переводом слова тюрк. Понятно. То есть когда я смотрю в русскоязычные источники и вижу слово татарем, татар до революции, это перевод слова тюрк. Это не означает национальность. Совершенно верно. Вот это очень важное замечание. Потому что вы профессионал в этой области, а я как бы в меньшей степени. Очень хорошо, очень важное замечание. Изучить. Что говорится? То, что успел изучить. А то, что не успел изучить, еще больше. То есть я прошу заметить, чтобы было услышано, это нужно, может быть, еще раз повторить громко. В переписях русскоязычных, там где фигурируют татар до революции, там где есть Великороссы, Малороссы, Белорусы, есть некие другие народы, которых сейчас не существует, потому что они по-другому называются. Там есть башкиры, есть татары. Вот эти татары, это перевод слово «тюрк». Это к национальности татарей вообще никакого отношения не имеет. Нет. И вот это очень важно. И дополнительно вы еще опираетесь на тюркоязычные источники, где, начиная с 1916 года... Впервые появляется слово «татар» в современном значении. Впервые появляется слово «татар». То есть, грубо говоря, татары появились в тюркоязычных источниках в современном понимании 104 года назад. Получается так, 104 года назад. Да. Очень интересно. То есть именно в тюркоязычных источниках в современном понимании татары появились 104 года назад. То есть, до этого были башкорты записаны, башкорты там из такого-то, из такого-то в переписях. Потом бац. Он не просто башкорты, а как он назывался там? Тюрк Татар Таиф Асиндан Башкорты. Да. Тюрк Татар Таиф Асиндан Башкорты. Вот. Это очень такой важный момент. Я просто наблюдаю иногда в интернете историки что-то рассказывают, шажире и так далее. Я почему-то не всегда видел четких ответов. Если они занимаются контрпропагандой, грубо говоря, вот есть там пропаганда из Казани, да, и они какую-то свою контрпропаганду там рассказывают, глаза открывают и историю хотят показать. Ответы на вопрос, почему вдруг численность башкорта так резко сократилась? То есть какие моменты их заставили записаться татарами или их насильно записали? Почему-то я пока не встретил. Может быть, я не увидел просто, поэтому я свою гипотезу тоже на этот счет высказал. Вот. Понятно. У вас еще есть время? Есть. Буквально минут 15, да? Отлично. Так. Сейчас давайте я посмотрю вопросы, которые я еще не задал. Вот. Вы сказали, что татарский язык по-вашему не является татарским. Его было бы правильно называть старобашкирским, да? Его надо правильно называть тюрки. Тюрки. Но так как, да, язык тюрки, но так как по переписи 1997 года большая часть тюркоговорящих башкир определили себя как башкира, его можно называть и старобашкирством. То есть тюрки, язык тюрки, на котором говорили башкиры, можно назвать и старобашкирским. Старобашкирским. Ясно. Естественно, условно. Вот мишарский диалект, да, вот, как-то он вообще отличается от казанского диалекта, от казанского языка? Или то же самое, беда? Мишари башкирии, они полностью ассимилировались и говорят по-башкирски. Мишари, значит, Татарстана, Ульяновской области, Нижегородской области, а у них есть свои особенности произношения и есть особенности немножко в грамматике, небольшие особенности. Ясно. Давно уже по-башкирски разговаривал. Ну, я тоже слышал, что вот, я даже кому-то задал вопрос, он на башкирском языке, на литературном, он сам из восточных, из восточных районов, да, вот, у него спрашивал, типа, ну, Дашко, Татарстана, какой рыл? Мишар. То есть, ну, Мишар и Роутан Дашко, получается. Он запекает вперед в будущее, так сказал. Может быть, в будущем будет под рот Мишар. Так, если все башкиры соберутся, ну, в общем, Жи не решат, что давайте примем Мишарка. Ну, понятно. Ясно. Так, вот Бабич, значит, Шекса Бабич, это очень тоже важный вопрос. Он говорил и писал на языке тюрки и при этом имел башкирскую идентичность. Да, как же. Получается так, вот, из этой логики. И потом на основе его языка тюрки был создан казанский диалект, ну, башкирского языка, ну, давайте так, ну, татарский язык современный, крупно говоря. Так называемый татарский язык. Татарский язык. Я его не хочу назвать татарский язык. Это язык тюрки. Его еще начал описывать Хаюм Насырей. Вот, то есть, он его грамматику языка тюрки того времени, он описывал на примере арабского, грамматики арабского языка, используя арабскую терминологию. Допустим, он там разделил все слова на имена, глаголы и буквы. То есть, это такое-то разделение этого в грамматике арабского языка. И потом далее, я помню, кто там, Халфин, по-моему, второй, кто дальше описывал, значит, казанский говор тюркского языка. И все, потом уже его обозвали татарским, потом все начали присваивать, потом, значит, наши районы они обозвали диалектом татарского, потом, значит, наш фольклор они стырили. Короче. Курай, там, Агидзель, допустим, вот это все. Вот я тоже всегда поражался. Всегда какие-то баталии шли, там, башкирская, татарская. Потому что я был по другой стороне баррикады. Вот давайте я сейчас объясню. Очень часто, еще там, лет 20 назад, там, 10 назад, я видел такие баталии, что, типа, есть курай башкирский длинный, как бы, да, ну, есть такой укороченная версия, типа татарская версия. Или, допустим, песня «Ай был бы он», то тоже там про реку Агидзель, там, и так далее, и так далее, да. То есть, вот, ну, как бы сказать-то, а теперь понятно. То есть, теперь, когда мы понимаем, что язык не является этнообразующим признаком, что, вообще-то, как бы, все это потом произошло, специально такое разделение, специально сделали один канон языка, другой, специально кого-то называли татарами, и так далее, и так далее, да. То есть, что это было все специально, а изначально это все было немножко по-другому, да. То есть, вот, теперь мы понимаем, как бы, что и курай, который у так называемых татар, он, в общем-то, башкирский, потому что они сами, их предки были башкирами, да, то есть, как бы, хотя они себя считают татарами, в какой-то степени сейчас. Башкирский, мы же знаем, что до 16-го года современных татар не существует. Ну, вот, вы понимаете, в чем проблема? Вот, объяснить этим людям, которым... Принадлежность. Что говорите? Я говорю, татарин – это не национальность, это политическая принадлежность. Ты можешь быть башкирым, но с политической точки зрения можешь быть татарином. Это политическая принадлежность, это не национальность. Понял. Политическая принадлежность и не национальность. Национальность. Ну... Поддержки советской власти вот воспользовались и взяли все, просто присвоили. Но сейчас уже советской власти нет, так что, уважаемые башкиры, забираем обратно все. Не надо, чужого не надо, только свое. Я полностью вас в этом поддерживаю. Правильно. Это наше. Чего стесняться, берем обратно свое. Все башкирское нужно вернуть, как это было. Это я полностью согласен. Уже все давно доказано, показано. Осталось собрать и все. Ну, понимаете, здесь есть психологические моменты. Они связаны с тем, что значительная часть людей, которые вот... Предки которых являлись башкирами, да? В течение нескольких поколений. Ну, это же буквально 4, 5, 6, 7 поколений, я не знаю. Это более 100 лет прошло. Они себя все время считали татарами. Их обучали по татарским учебникам в школах. Им говорили, что вот эти башкиры, которые говорят букву Х, Халм, В, Ж, С, там, Рахимовцы, такие-то, сякие, там, да? А вот мы говорим и сами с С, мы такие татары конкретные, туда-сюда. То есть им специально все это вбивали. И последние 30 лет противостояния специально делали между нами, да? И до этого за 70 лет советской власти специально, значит, их противопоставляли и говорили, что они татары и так далее. То есть все башкирство в них уничтожали. И, соответственно, я не думаю, что это так просто, значит, показать им... Это же, как сказать, вот взять человека, показать итоги... Все просто. На самом деле все просто. То, что сложно, это мы сами себе придумаем. Ничего сложного нет. Если человек татарен, то это его проблемы. Все просто. Все это наше, и все это забираем обратно. Ничего сложного нет. Я понял. Да, но это должно... Это должно быть не там... В стене психологические проблемы, это ладно, это потом можно решить. Просто обратно забираем все наше. Обратно. Наш язык, наш фольклор, наш был-былым. Все наше. Согласен. Согласен. И вот... Ну, все-таки я хотел бы сказать, что... Вот смотрите. Касательно языков. Не башкирского, татарского, а в целом русского, татарского, башкирского. Мы знаем, что есть русификация. Например, у меня Бау-Арбинин, они как бы... Башкуца очень плохо. Хэлли-Шэляр, да? Сэлли-Шэляр, хэлли-Шэляр. У них русификация полнейшая. И просто мозг человека так устроен, что обычный человек, он вряд ли несколько языков выучит. Вот если его все время пичкают русским языком, он будет русскоязычным. Вопрос мотивации только. Согласен. Если человеку мотивацию хорошую, он выучит все, что угодно. Я полностью согласен, но большинство людей, они не замотивированы. То есть, допустим, 5% людей, 3-5% они могут это сделать, а большинство, они будут пыть по течению. И вот вопрос, что делать с тем большинством, которые изначально были башкирами в 19-м веке, 18-м веке. И потом в течение 100 лет им вбивали татарство, грубо говоря. То есть, небольшое количество, я понимаю, людей, которые интересуются историей, ученые и так далее. Ну, может быть, несколько тысяч человек. Они как бы посмотрят архивы, вас посмотрят, какую-то пропаганду и так далее. И они поймут, осознают свою башкирскую идентичность. Но вот речь же идет про сотни тысяч. Сколько людей, которые себя считают татарами, но предки которых были башкирами. Их же сотни тысяч, по сути. И вот донести... Проводим Шаджиря Байрамы. И очень хорошие отзывы. То есть, люди видят. И вот это большинство, о котором вы говорите, этому большинству достаточно, как сказать, достаточно, если пару авторитетных людей просто скажут. Вот так. Ну, вы один из этих авторитетов. Это однозначно? Я тоже, конечно. Ну, нет, вы точно подвергте. И будет достаточно мнения каких-то авторитетов. Я думаю, что мы скоро пройдем вот эту... Может быть, уже и прошли точку невозврата с этим движением. Шаджиря Байрамы и прочее, прочее. Да, и чувствуется уже по интервью оппонентов из Казани, уже чувствуется, что они сдуваются. Ну, я тоже... Ильдара Грифына. Не Ильдара, а... Ильдара. Ильдара Грифына, да, видел. Там история с... Так что скоро их политики каранты. Так что башкирам надо возрадоваться. Скоро мы все объединимся в единую нацию. И решим все наши насущные проблемы. Отлично. Ну, я надеюсь, в процессе решения наших насущных проблем мы все-таки литературный башкирский язык тоже как-то сохраним. Да, по языку мы, думаю, уже... Да, нам надо сохранить наш и старый башкирский. И литературный башкирский, который находится сейчас в очень плачевном состоянии. Я просто... Поддержит литературный. Поддержит литературный язык. Нам старый башкирский ценен, потому что на нем продолжают говорить северо-запад. Литературный нам нужен, потому что он уже более ста лет является литературным языком, на котором написано очень много произведений. И это получается как два крыла одной птицы. Поэтому вот... Ну да, тут просто проблема... Полностью согласен. Полностью два крыла одной птицы. Единственная проблема то, что вот, допустим, этот год объявляли годом башкирского языка в Башкирске. И я просто знаю, что, допустим, в Татарстане, то, что делается для поддержки татарского языка, это во много раз и по финансированию, и по результатам лучше и больше, чем для башкирского. Потому что на литературном башкирском количество мультфильмов на башкирском мизерное. Финансирование студии Тамыр там 20 миллионов. И огромное количество денег, миллиарды тратится, допустим, на всякие футбольные клубы, хоккейные клубы и так далее. Куча других проблем. А, допустим, на татарском языке, именно казанский директор татарского, очень много мультфильмов, фильмов, переводится, делается и так далее. То есть, вот здесь есть некие перекосы. Но казанцы чешутся, потому что для них это вопрос жизни и смерти. Потому что у них все то, что называется татарским, это на самом деле мыльный пузырь, который вот-вот лопнет. Он, это, как сказать, он ничего из себя не представляет. Никакой ценности нет. Ну да, исторически, да, исторически нету как бы, это искусственно созданное. Это просто пиар, голый пиар. Вот, чуть-чуть все копнуть. То есть, они даже умудряются отрицать исторические факты. Но далеко они уедут на этом, нет? Далеко уедут они? Нет? Ясно. С другой стороны, я полностью поддерживаю так называемых казанлы. То есть, вот теоретические люди, которые как бы жили в Казани, в окрестностях Казани, и имеют соответствующую идентичность и так далее, и так далее. То есть, которые защищают хатер-кульную. То есть, вот именно в этом контексте я их поддерживаю. И я, может быть, не совсем хорошую вещь скажу. Как это сказать-то? Нет, это хорошая вещь. То есть, как это сказать-то? Националист националистов всегда поймет. Да, то есть, я всегда за то, чтобы идентичность была добровольной. Я против того, чтобы кого-то насильно как-то записывали в каких-то переписях. Потому что мне, башкиры, которых кто-то... То есть, если человек имеет татарскую идентичность, он должен на переписи сам себя записать татарингу. Мне не нужно, чтобы он имел татарскую идентичность, но записал себя башкиром. Мне такого не нужно. То, что это во вред нации, это абсолютно не надо. То есть, человек должен считать себя башкиром, считать, что его родили на Башкортустан, иметь полное право на свой западный теорект башкирского языка или старый башкирский, как вы называете, и так далее, и так далее. То есть, вот тогда у нас будет нормальное гражданское общество, нормальные честные отношения. Мы отойдем от вот этого вот хомо советикус, и так далее, и так далее. То есть, все должно быть честно, аккуратно, правильно, вот в этом направлении. И у меня вот еще такой вопрос. Может быть, уже... У вас есть свой YouTube-канал, да, Аберт? Есть даже несколько, по-моему. И вы там рассказываете про Шажере. Как это все там? Да, один выпуск есть такой, типа мастер-класс. Я как-то смотрел. Я ссылки на ваш YouTube-канал дам в описании к этому видео, чтобы люди тоже могли подписаться, смотреть. И я вот видел у вас очень красивая песня вышла «Без башкуртвар». Просто там очень красиво. Вот расскажите, как снимали крип, как пришла идея в целом. Вообще, после того, как я познакомился с ребятами из движения «Без башкуртвар», вот, как-то возникла идея о написании песни, так как я уже имел опыт в написании песен и так называемых гимнов, когда жил в Казани. А что за гимн? Я в свое время написал песню «Яша татар», которую взяли в качестве гимна молодежное национальное движение «Азатлык». Слушайте, очень интересно. То есть татарский национализм основан башкуртом Альбертом Исмаилом? Ну, гимн. Нет, нет, нет. Я довольно-таки поздно привыкнул к этому движению. Это национальное движение «Татар». И здесь я, в общем, мы решили написать. Вот, решили. Значит, ребята любят рок, видимо, и попросили сделать в стиле рок. Мы его записали, затем сняли клип. Очень было огромной честью для нас, что Хурматула Утяшев снялся в нашем клипе. Ему огромное спасибо за это. То есть за поддержку нашего клипа, за поддержку нашего движения. Он же является южным башкиром. То есть этим своим действием он показал, что он полностью поддерживает движение северо-западных башкир. За что ему огромное спасибо. Потому что у нас же, видите, проблема в нашем движении не только там татарское влияние, но также нас должны понимать и южные башкиры, что это все ради объединения единой нации башкирской. Просто есть у этого движения такие особенности, как языковая особенность, которую нужно правильно понять и правильно отнестись. Вот, абсолютно правильно, Альберт, я согласен. Я же вам до этого говорил про некие моменты, связанные с менталитетом восточных башкир. Ну, вы говорите южные, южных, восточных башкир, да? Как бы есть такие моменты, связанные с менталитетом. Они считают, что этничность, она приязана к языку. Ну, многие из них. Вот. Это раз. Ну, я сам как бы выходец из... То есть я городской башкир, я родился в городе Уфа, да? Соответственно, у меня и папа, и мама, они формально восточные. Ну, то есть мама Гафурийский район, Табын. Ну, это центр. Это не Восток, конечно, не Баймак, не Абделир. Это центр Гафурийский район, Красносовск и так далее, Табын. И Табыны, кстати говоря, они же... Салават Феддинов, это иракты табынец, да? Он поет на татарскую, за татарской эстрадой и так далее. Нет, Салават Феддинов, он Удмурт. Он Удмурт даже? Удмурт. Одно сельчане прекрасно знают об этом. А Хания Фархи? Хания Фархи, не знаю. Не знаю, да. Салават Феддинов, он, значит, его семья переехала из Удмуртской деревни. То есть, они просто обошкирились. И ДНК-тест тоже там показал, что он Удмурт. Не татарин, не башкирин. Все понял про Салавата. Окей, я об этом не знал. Но в целом, вот те, которые... Ирактетабынцы, они, по-моему... Вот где-то я слышал. В общем, они в Челябинской области жили. Каратабын называлось все это. Потом, соответственно, часть из них переселилась, значит, там, где Бермский край, в Удмурте. Часть из них, соответственно, в Восточный Петерстан. Часть из них, как раз где Феддинов, Таташкинский район, по-моему. Часть из них Крымскалинский, Гафурийский, Белорецкий район и так далее. Примерно так. Я доподлинно все это не помню. И вот мне показалось странным. Вроде как бы из одного урыл, но по национальности себя разными считают. Окей. Вот. Хорошо. То есть, у вас есть планы на будущие песни? Тоже связанные с башкирской тематикой? Или как вы это скажите? Хотелось бы написать побольше красивых песен, чтобы они нравились народу. Вот, честно говоря, вы даете разрешение на канале Башкортизейшн какие-то ваши песни опубликовать? Пожалуйста. Любые песни публикуйте. Я вообще не придерживаюсь никаких авторских прав. И я как бы отношусь к этому по-мусульмански. В исламе нету авторского права. Отлично, договорились. Я тоже даю вам полное право вот это интервью на любой свой канал забрать. И как бы я получил от вас разрешение по поводу песен. Альберт, огромное спасибо вам за интервью. И вот песня, кстати, Шаймуратов «Генерал», где вы с женой спели. Просто шикарно. Башкортизей, ты худышка тоже. И потом на Кураева там сыграли. Я научился играть. А я не умею. Мне стыдно. Я как бы формально восточный. Но мне ближе просто не восточный менталитет. То есть как бы мне ближе что-то другое. Что-то европейское. Мне больше нравится европейская цивилизация. Вот это все права человека. Какие-то такие демократические вещи. Ну и так далее, и так далее. То есть, скажем так. Я понимаю, что это с Кураевым никак не связано. Спасибо, Альберт, большое за интервью. Вы один из тех людей, кому можно подражать. И, возможно, мы в будущем проведем еще интервью, если вы будете напротив. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok